Добрый день, уважаемые господа! Сегодня мы поговорим об особенностях минерального питания из-за четырестей в технологиях прямого сева. Среди основных факторов эффективного применения удобрений при технологиях прямого сева, это, конечно, прежде всего структура посевных площадей и севообороты построенная, потому что это один из главных факторов эффективного применения удобрения. Дальше технология накопления продуктивной влаги и сокрушения и продуктивных потек для засушенных зон Юго-Российской Федерации, степных зон, проведение почерных и растительных диагностик, потому что технология прямого сева этому вопросу на сегодня 10 дней должного внимания не уделяется, а там особенностей значительно больше, чем при любых зональных технологиях или классических технологиях. Безусловно, это использование жидких форм удобрений и корректирующих некорривых подкормок, и применение регуляторов роста, аминокислот, стимуляторов, и так далее, и так далее, и так далее. Если мы посмотрим по структуре посевных площадей, то для авторозасушливых условий, где количество осадков в вод менее 300 мм, структура посевных площадей должна быть представлена. Химический пар 25%, азимая пшеница или азимая культура 50%, и бобовой 25%. Значит, что хотелось бы сразу сказать, если сравнивать, допустим, структуру посевных площадей при обычной классической технологии, то для авторозасушливых условий рекомендуем долю чистого пара от 35 до 50%. В технологиях прямого сева эта доля существенно сокращается, так как потеря влаги, о чем я дальше буду говорить, в технологиях прямого сева значительно меньше. Для засушливых условий, где количество осадков выпадает на интервали от 300 до 350 мм, доля химического пара сокращается, увеличивается доля бобовых культур, и появляются такие технические культуры, как азимы рыжь. Для засушливых условий, где количество осадков 350 или 450 мм, здесь уже возрастает доля технических культур до 33%. И для удовлетворительного увлажнения, это 450 или 550 мм, здесь уже доля возрастает осевую зерновую культур. Какие конструкции севооборота, в принципе, позволяют оптимально использовать мощно-климатический потенциал остро-засушливые и засушливые зоны. Для остро-засушливых это традиционная четырехполка, химпар, азимопшеница, нутазимопшеница. Для зоны засушливой, где до 350 мм осадков, это химпар, азимопшеница, чечевица, азимопшеница, 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 450-450 миллиметров, мы уже вводим зимующий горох, зимовую пшеницу, уже появляется подсолнечник, появляется лёд. И там, где у нас больше 450 миллиметров, у нас уже появляется такая льдинская культура, как озимграсс. Особенностью засушливой зоны является то, что накопление влаги происходит в основном за осенне-зимний период с нисходящим током влаги. И именно в этот период у нас формируются основные запасы продуктивной влаги, на которой формируется будущее урожай. Но это относится не только к югу, к степной зоне Юго-Российской Федерации, это относится к степной зоне и Казахстана, и Оренбуржия, и Южного Урала, и Среднего Павловжия. Поэтому, что результатами исследований наши показали, что на трёх основных типах почвы, это чернозём обыкновенный, чернозём южный и каштанная почва, При отварной вспашке вы видите, что получается у нас количество осадков, которые переходят в виде продуктивной влаги, не превышает 70%. То есть, больше 30% у нас это потери, которые связаны с тем, что у нас плохое качество лесных полос, ветры, поверхность открытая, это всё сбывается, теряется, промерзает. Если мы проводим дискование, то и оставляем на поверхности 30% растительных остатков, коэффициент усвоения осадков увеличивается до 75-78% на чернозём обыкновенном. Ну, на каштановой почве, где по-прежнему высокая продуваемость и высокое содержание глины физической, там, конечно, большие потери влаги даже при 30% обоставлении растительных остатков. При прямом посеве, тут надо разделять сразу, вот видите, прямой посев это где растительные остатки распределены и прямой посев после проведения уборки отчёса. То есть, когда у нас растительные остатки остались в стоячем виде. Видите, какая большая разница, вот казалось бы, прямой посев и там, и там, а разница в количестве накопленных остатков в виде продуктивной влаги совершенно сильно отличается. При прямом посеве, где измельчённые растительные остатки и коэффициент усвоения осадков на чернозёме обыкновенном, он 0,81-0,84, а при прямом уборке метода мочёса, он уже 0,9-0,93. И такая же разница сохраняется, в принципе, и на чернозёме Южном, и на каштановой почве. Что же происходит у нас за вегетацию? Как идёт потеря влаги в процессе вегетации, на примере подсолнечка в 2020 году мы посмотрели за трёхмесячный период, с апреля по посеву до август, когда уже у нас минимальная запаса влаги у почвы остаются. Вот смотрите, на отварной вспашке к августу месяцу по подсолнечкам в прошлом году уже влаги практически не оставалось в метровом условии. Там, где дискование, там следы от влаги, можно сказать, оставались, а вот на прямом посеве, где была измельчённая растительная остатка, там уже запасы влаги на глубине остались больше, чем там, где проводилась уборка очёса. То есть эти факторы при построении системы применения удобрения надо обязательно учитывать, потому что по-любому у нас основным лимитирующим элементом является влага. И без учёта этих особенностей, в принципе, построить правильную систему применения удобрений очень сложно. Каковы же факторы, ограничивающие эффективное применение удобрений при прямом посеве? Первое. Это то, что в подавляющем большинстве систем и селок, тех, которые применяются, независимо от типа сошника, в основном удобрения вносятся в верхний 10-сантиметровый слой. Их приносится больше 75-80%. Поэтому всё вверху концентрируется. Следующий вопрос, который мы обнаружили, на тех полях, где более 10 лет применяется система прямого посева, начинается резкая дифференциация содержания фосфора в верхнем 30-сантиметровом слое. То есть происходит дифференциация. Дальше. Снижается уровень минерализации растительных остатков и органического вещества. Дальше. Когда задаёшь вопрос относительно того, а как вы решаете вопрос минерального питания при прямом посеве? Ну, многие отвечают, а что, у них корневую подпорку взял, повёл и все вопросы решили. Но это, как вам сказать, до 90% минерального питания растение удовлетворяет за счёт корневой системы. И только 10% мы можем регулировать за счёт в некорневых подформах и кто не по всем элементам. Это один момент. Второй момент. У нас всегда по в некорневым подпоркам возникают какие ограничения? Высокая температура, низкая относительная влажность, высокая скорость ветра. Это факторы, которые для засушенного пустоя являются крайне негативными. К примеру, возьмём 2020 год. Подошёл апрель месяц. У нас была относительная влажность меньше 30%. Применение в некорневых подформах при относительной влажности меньше 30% губительно для растений. Что, собственно говоря, многие наблюдали, когда проводили в некорневые подпорки. Независимо от того, к чему проводите. Аминокислотами, стимуляторами, проводите ли ЖКВУ или проводите КАСА. С мембранопроникателями, без мембранопроникателями. Всё это приводит к гибели растений. Поэтому относительно в некорневых подкормах надо очень-очень аккуратно и осторожно подходить, если относительная влажность низкая. То есть у нас апрель прошлого месяца был по относительной влажности, так как вот в Сахаре, по относительной влажности был на юге Российской Федерации. Следующая вещь, которая ограничивает у нас эффективное применение удобрений, это увеличение степени перевода, труднодоступная для растений форма фосфора и азота. Если, значит, это не только влияние механического состава, но и влияние повышенного количества микробиотов, которые появляются при технологии прямого сева. Микробиота у нас увеличивается в разы, она по-любому питается, она на себя забирает и фосфор, как энергетический элемент, и тем более азот. И другой фактор, ограничивающий эффективно применение удобрений при прямом посеве, это применение твердых минеральных удобрений, которые плохо растворяются, особенно при дефиците влажности. Я даже в этом году видел поля, где до сих пор те удобрения, которые применялись с осени при прямом посеве, получены сходы, получено, как говорится, развитие корневой системы, удобрения до сих пор не растворились, они до сих пор лежат мертвым балластом. То есть они непонятно, когда заработают, хотя выпало уже больше 100 миллиметров осадка, если брать на Рософском госе. В чем особенность диагностики и потребности в элементах питания? Ну, это бочка липика. Что мы сюда добавили? Если раньше мы делили на две большие группы элементы, это макро- и микроэлементы, то сейчас появилась группа мезоэлементов и группа ультра-микроэлементов, потребность которых в миллиграммах на гектар, но она сильно влияет в целом на условия усвоения элементов питания. Из этих ультра-микроэлементов это титан, селен, кремний и висмут, которые оказывают серьезное влияние именно при технологии прямого силы. Ну и по мезоэлементам сейчас у нас наблюдается какое-то неправильное, на мой взгляд, движение и бум, что многие вопросы пытаются решить применением на почвах, допустим, на черноземных обыкновенных, где в почвенополощающем комплексе большое содержание магния, почему-то рекомендуют применять сульфат магния. Смысл этого применения вообще не понятен, потому что надо оценивать степень усвоения, степень доступности. Да, у нас бывают отдельные года, когда на начальном этапе магний плохо усваивается, его действительно надо кремить. Но это на начальном этапе, а не рекомендовать его уже, когда образовываются генеративные органы, как это некоторые делают. Поэтому фактор, находящийся в минимуме, чем большему минимуму он находится, тем он сильнее вреет на урожай. И из этого множества элементов, видите, тут 21 элемент указан, любой из этих элементов, находясь в минимуме, обеспечит низкий эффект от тех приемов, которые раньше применяли. То есть вы можете туда насыпать чего угодно и сколько угодно, но не сбалансировав минеральное питание, вы не получите эффект. И в технологиях прямого села это отчетливо и ясно видно. Причем это проявляется буквально в первые годы применяя технологии прямого села. Все вы работаете на то, чтобы получить прибыль от носимых удобрений. И вот зачастую неправильная балансировка не дает, как говорится, должного эффекта. То есть вы насыщаете и любой элемент по степени насыщения имеет определенные ограничения. К примеру, если брать по азоту на азима пшеницы, если у вас выпадает за сезон, допустим, 300 миллиметров осадка, потенциолога урожайности 30 центеров, то вы хоть 100, хоть 200 килограмм действующим веществом даете азоту, он будет неэффективен. То есть тут прямая привязка к условиям увлажнения. Близкая к этому ситуация по фосфову, по калию и по другим элементам питания. Поэтому прежде чем говорить о том, какую дозировку надо применять, каким методом это рассчитать, надо элементарно сделать диагностику и посмотреть, в каких условиях вы вообще оказались, в каких условиях вы работаете. Потому что, вы знаете, год на год не приходится. И даже в зонах, где очень хорошие запасы продуктивной влаги, иногда такие появляются моменты, от которых удивляешься и не понимаешь с первого раза, пока не проведешь диагностику, и не поймешь, что оказывается, вот этот какой-то элемент в дефиците не дал всей той отдачи, на которую мы рассчитываем. И все, и все наши расчеты экономические оказались ненужными. Теперь к тому вопросу, как же происходит дифференциация подвижного фосфора в 30 сантиметровом слое черноземного обыкновения. Вот смотрите, это данные, которые получены после 10 лет технологии прямого слоя. Смотрите, что получается. Видите, вот на отварной спашке у нас весь агрозун 30 сантиметров, фосфор распределен достаточно равномерно через каждые 5 сантиметров. Видите, да? То есть, если мы посмотрим на меньшую существенную разницу, то отклонение не существенное. То есть, можно сказать, что у нас 30 сантиметровый слой обеспечен достаточно ровно. Вы видите, мы специально подобрали поля, где уровень содержания в 30 сантиметровом слое близко. Вот на отварной по хате 26,9, на безотварной 27, если смотреть, слой 0,30. И при прямом посеве 28,1. Вот. Корневая система, вы знаете, что в походном слое в основном размещается, начиная с глубины 15, 10, 30 сантиметров. Это основное залегание мочковатой корневой системы. Если мы посмотрим по структуре посевных площадей, которые есть в Ростовской области, в Савропольском крае, в Волгоградской области, то у нас категорически не хватает доли культур со стержневой корневой системой. У нас на сегодняшний день, если взять по Ростовской области, то больше 80% культур, которые мы высеваем, с мочковатой корневой системой. В Савропольском крае еще больше, больше 85%. Если брать по Волгограду, там тоже под 90% из тех посевных площадей, которые высеваются, это культура с мочковатой корневой системой. Соответственно, мочковатая корневая система, это глубина проникновения до метра, соответственно, она все элементы питания подтягивает вверх. В итоге, что мы имеем? Видите, мало того, что мы при прямом посеве вносим удобрение в 10-сантиметровый слой, К тому же идет еще дифференциация объединения вот этих вот нижних слоев, вот он, 20-25, 26-30, где корневая система в основном находится, когда наступает заслон, идет объединение этих слоев фосфора. В итоге, мы, когда начинаем проводить диагностику, мы удивляемся. Мы вроде бы по всем расчетам дали, потому что анализировали слой 0,30, вроде бы дали удобрение выше крыши, как говорится, с головой. Посмотрим, а по диагностике получается дефицит попросов. То есть, та система расчета и применения удобрений, которая характерна для классических технологий, она абсолютно неприемлема для технологий прямого села. И это надо обязательно учитывать, потому что без этого невозможно движение дальше. Без этого невозможно получение стабильных, хороших урожаев и соответствующего качества. Та же самая картина, еще в более ярком виде, проявляется по обменному камеру. Здесь ситуация, смотрите, тоже взятые поля, которые при разных способах обработки почв, в пахотном слое, содержание близкое. Вот, соответственно, 310, 308, 307 миллиграмм на килограмм. Но смотрите, что происходит при прямом посеве. Здесь в слое 0,15 сантиметров весь практически калий поднялся вверх. Потому что все, вы знаете, что если мы посмотрим на состав растений, то основной калий находится у нас в побочной продукции. Мы эту побочную продукцию оставляем наверху, и весь калий у нас оставляется наверху. В итоге что мы получаем? Мы получаем, как ни странно, когда делаем диагностику, смотрим на таких культурах калий-любивых, как подсолнечник, кукуруза, острый дефицит по калию. Катастрофа. Это один момент. Второй момент. Что происходит, когда технология прямого посева? Затрудняется переход обменного калия в водорастворимый. Потому что в первую очередь поглощается корневой системой растений водорастворимый калий. Для того, чтобы нормально калий поглощался, его должно быть от обменного калия не меньше 20%. Тогда растение чувствует себя нормально. В технологии прямого осева доля водорастворимого калия в обменном сокращается в два раза. Это связано с особенностями деятельности микроорганизмов, с расслоением пахотного горизонта. В итоге, какие мы делаем предварительные выводы по вот этим вот вещам, о которых я сказал. Используя в течение более 10 лет твердое косовое удобрение технологии прямого сила, способствует накоплению подвижного косора в верхней части пахотного слоя больше 0,15 см, где расположена меньшая доля калиевой системы. Дифференциация обменного калия в пахотном слое почвы чернозема обыкновенного выражена очень контрастно с обеднением слоев 16-30 см и обогащением слоя 0,10 см, который быстро пересыхает и не участвует в генеральном детальнике сельскохозяйственной культуры. Для решения этих вопросов требуется внесение жидких форм космонных калиевных удобрений слабо фиксированных почв. Следующий момент. Теперь к вопросу так называемого парового поля. В зависимости от способа его содержания, сколько мы накапливаем минеральный лазут в процессе парового поля. Но если возьмем классическую отвальную спашку, то на черноземе обыкновенно при среднем уровне увлажнения, то есть где-то когда у нас выпадает 400-500 мм осадков, в процессе минерализации образуется до 610 кг минерального азота. То есть это азот, который образуется по разным причинам. Частично за счет разложения органического вещества, частично за счет несимбиотической азотфиксации. Процесс таким вот образом идет и до 600 кг его образовывается. Если столько азота образовывается, то естественно поселы азимной пшеницы по такому пару, она практически не требует никакого внесения азотных удобрений. Потому что мы часто наблюдали, когда технология классическая, когда мы применяем отвальную вспашку, то при применении азотных удобрений мы получали обратный эффект. То есть мы не получали прибавку, а наоборот получали обратный эффект. Это связано с условием минерализации. Достаточно высокий уровень минерализации мы наблюдаем и на черноземе Южной, и даже на каштанную почву с достаточно низким уровнем содержания гумостров в пахотном горизонте. Далее мы меняем отвальную вспашку на чизельную обработку. Мы резко сокращаем уровень минерализации. Но совершенно ничтожные цифры по минерализации получаются, если мы переходим на химический парк. То есть если мы вообще обработку не проводим, у нас все растительные остатки остаются на поверхности. И смотрите, цифры уменьшаются в 4-5 раз относительно классической обработки почвы. Вот за счет чего происходит и резкое снижение уровня минерализации приводит к тому, что происходит накопление органического вещества, так называемого. То есть даже в черном пару, вернее, то есть в паровом поле, если мы используем не обработку почвы, а химический пар, то у нас снижается минерализация, и мы уже из резко отрицательного баланса по органическому веществу в паровом поле получаем уравновешенный или легкий отрицательный баланс. То есть мы смело можем этот парк использовать в технологиях прямого села. Особенно это острые вопросы касаются для Волгоградской области, для Калмыкии, для большей части Ставропольского края, для Астраханской области, для Дагестана, для Востока Ростовской области и Юго-Востока Ростова, и Северо-Востока Ростовской области. Если мы растительные остатки оставляем на поверхности без обработки почвы, у нас резко возрастает коэффициентная гумификация. То есть если при отвальной обработке у нас на одну тонну побочной продукции образуется всего лишь на всего 150 килограмм детрита первой части доступного органического вещества, то при технологии прямого села у нас эта величина увеличивается практически в три раза. Это связано с тем, что растительные остатки активно не минерализуются, то что я вам показывал на примере парового поля. В результате мы достигаем достаточно быстро положительный баланс органического вещества. Но положительный баланс органического вещества – это не значит, что мы получаем хороший эффект, потому что процесс гумификации, он обратен к процессу минерализации. Это, скорее всего, является конкурентом за минеральное питание микроорганизмы. Этим и объясняется, почему в технологиях прямого посева мы вынуждены увеличивать дозу азотных удобрений, потому что если мы по классике рассчитываем, вносим дозировки, допустим, 30-60 кг ДВ, грубо говоря, вот в этом интервале, то технологиях правого посева на 30-50% приходится увеличивать дозу азотных удобрений, чтобы получить один и тот же эффект от азота вносимого. Теперь смотрите, что еще важно. Это в нормальных условиях – это скорость разложения побочной продукции. Речь идет об естественных условиях, ни в коем случае не о применении специальных приемов для разложения растительных. Вот в естественных условиях у нас соотношение азота к углероду, возимая пшеница в побочной продукции выше 75, и скорость разложения в естественных условиях превышает полгода. Такая же ситуация и по кукурузным остаткам, и по подсолнечникам остаткам. Но речь идет не о полном разложении, речь идет о разложении 70-80% остатков, потому что 100% разложение, допустим, если смотреть по кукурузе на зерно, часто до трех лет полное разложение длится. По зимой пшеницы до двух лет, по подсолнечнику тоже до трех лет, потому что есть отдельные узлы, которые в отдельных узлах, соотношение где более широкое, там разложение вообще долго длится. Ну и у гороха классика, разложение идет очень быстро, потому что там узкое соотношение улерода с азота. Теперь к вопросам расчета ДОС удобрений. Ну, я взял примитивный, так сказать, примерчик, балансный метод определять ДОС минеральных удобрений. Что мы здесь должны знать? Это, так сказать, не вдаваясь в глубокие научные, так сказать, истины. Вот, это первое, что у нас вынесла предыдущая культура. То есть, что у нас вынес предшественник с урожаем. Какое содержание подвижной формы элементов питания почвы. Дальше, какой коэффициент использования питательных веществ из почвы. Какой коэффициент использования питательных веществ из удобрений. Соответственно, по усредненным данным мы получаем, что коэффициент использования элементов питания из почвы по азоту 25, по фосфору 5, по калию 15. Но в этом расчете, если просто даже по этому посчитать, то дозировки получатся очень большие. Когда мы реальную картину сравним, то у нас получается, что в этом балансовом методе отсутствуют следующие расчеты. Это первое. Поступление с семенами, поступление с осадками, несимбиотическая азотфиксация. Симбиотическая азотфиксация. Визикулярно-бускулярная микоризм, с которой поступает хосов. Вот хотя бы эти вещи мы добавляем, картина риска меняется. Но это серьезно усложняет расчет. Очень серьезно усложняет расчет. И без специальных знаний, и без специалистов, которые в этом разбираются, очень сложно произвести какой бы то ни был расчет. В связи с этим мы всегда проводим при сопровождении хозяйств три диагностики, если брать абазин и пшениц. Это три починные диагностики и три растительные диагностики. Починная диагностика, она у нас проводится, первая, после уборки брюкшистника, где мы рассчитываем дозы просурные корнины куда-то принять. Вторая диагностика. Осенью, когда мы балансируем питание по азоту, так как, особенно в технологиях прямого сева, непредсказуемо идет разложение растительных остатков и внесение азота, допустим, летом, но это утопия безумная, которая не дает должного эффекта от неносимого азоту, кроме затрат. И третий диагностик вот сейчас, который надо проводить вот сейчас, чтобы оценить, какие же запасы продуктивной влаги, где, на какой глубине, как размещен аммонийный нитратный азот и какую дозу азотных удобрений мы должны нести. Дальше, начиная с фазы кущения, мы вносим корректировки, потому что где-то недостаточно эффективно сработала азотная подкормка, где-то получены какие-то изменения по погодным условиям, где-то есть недоработки. То есть мы делаем дальше балансировку. И первая и вторая растительные подкормки у нас это кущение, выход трубку, это все идет корректировка минерального питания. Как правило, это приходится на вторую половину марта, апреля месяца. Перенос подкормок на более поздний период чреват обороченные проблемы. И зачастую, если, допустим, я уже вам говорил, что в прошлом году сложилась такая ситуация, что мы многие некорневые подкормки отменяли, потому что не было условий для его проведения этих некорневых подкормок. Вот третья подкормка. Это подкормка, которая, собственно говоря, влияет на выполненность зерна в полосе. Вот она дает нам возможность сбалансировать более полно и реализовать тот потенциал, который есть. Правда, сразу хочу сказать, что из пяти лет один из пяти лет выпадает нет условий для проведения этой подкормки. Поэтому к этому тоже надо готовиться и учитывать, что бывают такие условия, когда мы эту подкормку по климатическим условиям, по метеорологическим, не можем провести. Сколько бы мы не говорили о диагностике, какое бы мы не использовали классное оборудование, какой бы квалификацией у нас не были лаборанты, но если вы в поле неправильно отобрали образец, то грош цена всей этой диагностики. Понимаете? Поэтому первое, с чего мы начинаем в лабораториях, мы начинаем учить своих специалистов правильности отбора образцов. Потому что, если образцы отобраны неправильно, то дальше можно работу не продолжать. И надо сказать, что если неправильно отбираются образцы, то вся эта диагностика, она хирится. Она вообще сводится к нулю. Это касается всех буквально видов диагностики, что почвенное, что растительное. Если неправильно отбраны образцы, все, до свидания. О чем это говорит? Это говорит о том, что, первое, нельзя отбирать с краев полей, особенно с разворотных полос, где близкое примыкание дорог, лесных полос, то есть где агрегаты разворачиваются, и где дается, как правило, двойная доза удобрения. Дальше, это при равнинном рельефе. Вот видите, на 50 гектарах у нас должно быть методом конверта 11 точек взятых. Если мы эти 11 точек выдержим, у нас в среднем получается достаточно правильный отбор образца. Отбор образца правильно сделан. Это при равнинном рельефе. Но у нас много полей, где рельеф не выровнят. Поэтому, если уклон местности превышает 2-3 градуса, то нужно отбор производить по полосам, то есть по горизонтали. Потому что и внесение удобрений там должно производиться по горизонтали. Потому что вы знаете, то, что в нижней части намытое, и то, что в верхней части смытой, как говорится, это совершенно разное содержание, совершенно разная доза применяемых удобрений. Вот эти вот вопросы, именно отбор образцов, точность их отбора, они являются приоритетом при проведении почвенных растительных диагностей. Я это еще раз акцентирую на это внимание. Поэтому этому вопросу надо уделять первостепенное значение. А не так, как бывает, агрокимслужба приехала, с лопатками быстренько пробежалась, абы как, поковыряли, и потом вам выдают результат. Это вот такой момент. Сейчас, вы знаете, с применением систем точного земледелия есть методы, когда производится привязка к точке отбора. Значит, через GPS системы проводится привязка к точке отбора. Это, конечно же, усложняет работу, замедляет ее существо, но резко повышает точность. Потому что, когда вы постоянно попадаете в одну и ту же точку, то вы получаете наиболее точную полную картину происходящего. Не то, что у вас, допустим, один отбор в нижней части поля произвели, другой в верхней, и там каша какая-то получается, ничего не разберешь, ничего не поймешь. Поэтому это и отталкивает многих и фермеров, и многих руководителей, когда, ну, как говорится, сделана работа ни души, ни тела, как говорится. Дальше. Вот, смотрите. По результатам почечной диагностики номер один, в зависимости от предшественника, мы рекомендуем вид удобрений, сроки их несения, глубина несения, способ несения, и сорт, который по результатам этой диагностики будет, так сказать, наиболее полно использовать ресурс, содержать доступные формы элементов питания в почве. Вот видите, это, как правило, это начальная картина, которая делается после уборки каждого предшественника, и почечная диагностика номер один у нас длится с июля по октябрь месяц, пусть она достаточно растяла. Следующий момент, на котором хотелось бы остановиться, вот вы получаете так называемые агрохимические очерки, практически у каждого хозяйства, это есть в более-менее крупном, ну, по крайней мере, у нас в Ростовской области, и для чего дается агрохимический очерк. В первую очередь вы должны использовать агрохимический очерк для того, чтобы понять группировку почв по уровню содержания микроэлементов, потому что если вы знаете по уровню содержания микроэлементов, то вы уже можете четко себе представить, какими подконками вы должны пользоваться в некорневые подконками, какими микроэлементами, какие у вас находятся микроэлементы в минимуме, на что вам нужно настраиваться, потому что каждый из этих микроэлементов имеет свои особенности, в зависимости от температуры, влагопеспеченности и относительно влажности, они по-разному сварятся. еще в советских времен было такое дело, когда пытались решить проблему нанесения микроэлементов за счет обогащения основных видов удобрений, там, аммофос, суперфосфат и так далее, но решить эту проблему не удалось, почему? По одной простой причине, что емкость поглощения почвы настолько высока, что какое бы мы насыщение микроэлементами не проводили, оно очень быстро переходит в труднодоступную форму. Обработка семян типа дрожжей, да, она дает гораздо лучший эффект, чем любое насыщение микроэлементами основных удобрений. Что касается минерального питания зимой пшеницы, то я уже вам сказал, за три диагностики, которые проводятся почвы, трелистовые. Так вот, максимальное потребление азота, вы знаете, что происходит в период от выхода в ток до калашения. Но этот период характерен чем? Характерен тем, что в этот период мы особо азота столько, сколько надо дать не можем. Почему? Потому что у нас ограничения по температуре, ограничения по увлажнению. Поэтому технология, которую мы строим, как правило, эти азотные удобрения вносятся несколько раньше. Несколько раньше, чтобы обеспечить их промывание на большую глубину и тем самым получить в принципе уровень обеспеченности, чтобы работала корневая система, а не листовой аппарат. Совершенно по-другому ситуация с калием, потому что он поглощается практически равномерно. Его сразу полная дозировка мы должны давать после почечной диагностики номер один. По фосфору здесь картина совсем по-другому строится. Здесь где-то 30% мы должны давать с посевом, а остальное мы должны дробить по фосфору, потому что фосфор очень сильно связываться. Я вам дальше приведу примерную схему применения удобрения уже в селообороте. Вы там посмотрите, как это выглядит. Значит, и что касается азота, то видите, мы должны на старте давать не больше 20%, а дальше все корректируется, регулируется подкомками. немаловажный факт, в том числе в технологиях прямого посева, это подбор агрохимически эффективных сортов. Надо сказать, что работа эта, мы ее проводим со многими новыми сортами, которые дают селекционеры, и здесь мы наблюдаем очень удивительную картину. зачастую сорта, которые у нас казалось бы достаточно хорошо приспособлены, а агрохимические оказываются низкоэффективными. В чем это проявляется? Если на один килограмм действующего вещества прибавка дается зерном меньше пяти килограмм, то это считается агрохимически неэффективным сортом. Средняя отзывчивость считается сорт, который дает прибавку от 6 до 15 и высоко отзывчивость больше 15 килограмм. Вот подбор сорта очень тесно связан с уровнем минерального питания, которое выдают. Теперь что касается фосфора. Здесь приведены основные виды фосфорных удобрений, которые у нас применяются. И видите, что происходит с фосфором. У нас кислых почвах фосфор очень быстро связываются алюминий и железа железными минералами, а у карбонатных почвах фиксируется кальция. То есть чем выше содержание глины физической так называемой мариланиды, тем быстрее происходит связывание. интенсивность связана достаточно высока и причем если мы посмотрим по простому двойному суферфосфату, то он связывается буквально через полтора-два месяца в такой форме, что мало доступен растениям. Гораздо интереснее картина идет по полифосфатам это ЖКУ и по монофосфатам. Там уже как говорится картина более растянута, усвоение вернее связывание фосфора труднодоступное для растений формы происходит дольше. У нас были длительные опыты более 35 лет когда мы носили фосфор в дозах суммарно получилось до 2000 килограмм действующем веществе и из этих 2000 килограмм действующем веществе растения использовали всего лишь на всего 20%. Остальное находилось в труднодоступной форме из них только 15% можно было углеаммонийной вытяжкой взять остальное вообще в недоступной форму переходил. Поэтому обратная сторона применения фосфорных удобрений это зафосфачивание. То, что технология прямого сила очень опасна именно верхнем слое, потому что если верхний слой будет зафосфачиваться, то это приведет к большим проблемам. Ну, к примеру, допустим, если мы возьмем острозасушливую зону, возьмем азимовую пшеницу, оптимальный уровень содержания, допустим, для среднеозывчивых сортов азимов пшеницы почвы должен быть 35-38 миллиграмм на килограмм. А если мы посмотрим по экономике, то при содержании больше 18 миллиграмм на килограмм фосфорные удаления экономически невыгодно там применять. Понимаете? То есть применять их почву невыгодно. То есть надо переходить только на внекорневые подкормки и ограничить дозировку применения. Вот посмотрите, какая получается ситуация с различными видами фосфорных удобрений. От того, как мы их носим, какой получаем коэффициент используем. Вот допустим при посеве локально самофосом да? Селкой. Вот она. 5-6 процентов фосфора только используется. Остальное все балласт. Фиксируется. Аналогичная ситуация по двойному перфосфату. И резкое отличие идет картина по ЖКУ. Видите? 4 раза 5 раз коэффициент использования фосфора из ЖКУ получается выше при локальном внесении перед посевом. Пару сбраток. Если мы разбрасываем и вносим под основную обработку, тут картина видите тоже пляшущая, но опять же все равно в пользу ЖКУ. Аналогичная ситуация под культивацию и аналогичная ситуация при поделивании. То есть по-любому во всех ситуациях засушливых условиях ЖКУ это то удобрение, которое является номером один при проведении при условиях минерального питания именно по-руссу. Вы скажете, а что же делать? Это сейчас перестроить все? Это какой кошмар! Надо же какой-то выход находить! Потому что сейчас если взять наши посевные комплексы они на 99% все твердые удобрения заточены, никто же практически не работает с жидкими удобрениями. что еще надо учесть? Надо учесть то, что сорта зимопшеницы в зависимости от степени обеспеченности и отзывчивости разной дозы фосфорных удобрений мы можем вносить, которые экономически будут оправданы. То есть вы видите, что если у нас больше 30 мг на килограмм то уже с фосфором надо работать очень аккуратно. Следующий выход по сложным удобрениям именно таким как типа амфос это использование препарата типа нутричаж который позволяет нам существенно уменьшить степень фиксации почвой фосфата. Но это касается только для твердых удобрений типа амфос если мы посмотрим то он действует такое вы видите он создает защитный экран и существенно повышает коэффициент использования фосфора существенно будем говорить два раза но все равно амфос допустим который вносим при посеве селкой не обработан внутричажем но 5-6 процента а обработан внутричажем 10-12 процентов все равно это мало понимаете но тем не менее хоть что-то почвенная диагностика номер два у нас проводится осенью это речь идет об озимой пшенице смотрите что мы здесь делаем мы здесь смотрим и корректируем минеральное питание если это достаточно ранняя осень то упор делается на мячную селитку если это поздняя осень как это было в прошлом году то упор делается селиткульфат аммолы видите дозировки компенсационные они зависят от предшественника и от вида применяемых удобрений они очень сильно колеблятся от 2-4 кг ДВ на тонну растительных остатков до 14-16 кг ДВ на тонну растительных остатков теперь срока внесения азота который имеет очень важное значение здесь видите дробные подкормки даны дробления чем лучше условия увлажнения тем больше дробления по азоту нужно делать то есть здесь показано практически 3 основных и 4 дополнительных подкормки по азоту то есть всего 7 подкормок это при условии что у вас больше 650 мм осадков и относительная влажность ниже 45% не опускается тогда в этом плане мы можем вносить подкормки и регулирует и число зерен в полосе и число боковых побегов и массу тысячи зерен в засушенных условиях это как правило крайне сложно сделать и мы ограничиваемся двумя максимум тремя подкормками а с учетом осенней может быть 4 почему у нас по азоту мы уделяем такое внимание потому что очень часто и уста мы в последнее время практически все сконцентрировали на азотных подкормах мало кто работает по нормальному с хосфором не говоря уже закалий сейчас большинство сельхозфоропроизводителей работает только в двух направлениях это азотные подкормки и подкормки микроэлементов все за остальное как-то забываем почерная диагностика номер 3 это то что сейчас мы делаем вот сейчас мы начали делать их делаем уже пошел Краснодарский край Ставропольский край уже есть юг Ростовской области то есть что мы здесь смотрим мы здесь смотрим запасы продуктивной влаги и две формы азота нитратная аммонийная значит нитратная форма это та форма азота которая промывается с осадками какая глубина промочена в такой глубине он обычно находится аммонийная форма азота та которая находится наверху для того чтобы азима пшеница нормально стартовала ранней весной нам нужно минимум чтобы в слое 0,20 сантиметров было минимум 15 миллиграмм на килограмм азота если его меньше растение будет испытывать дефицит в азоте она будет восставать в росте и развитии особенно это касается тех азимов которые не вступили в фазу хищения а таких по российской федерации с 19 миллионов посеянных в прошлом году на сегодняшний день 16 миллионов азимов не вступивших в хищение по азотным удобрениям тоже в зависимости от вида удобрений разными формами они представлены разное содержание действующего вещества разная температура их поглощения и разный коэффициент использован в зависимости от того в каком виде и когда вы их поменяли поэтому у нас если брать по заслушанным условиям то наиболее распространенными удобрениями являются аммиачная селитра сульфат аммония и газ а вот если чисто по научному то на первом месте должен быть безводный аммиак на втором месте аммиачная селитра вот если по правильному применять но у нас для применения безводного аммиака практически нету нормальных орудий вот и безводный аммиак видите при большом коэффициенте использования широко используется за рубежом и очень ограничен у нас в Российской Федерации к чему мы привязываемся почему мы говорим о запасах продуктивной влаги потому что привязка между запасами влаги запасами минерального азота и урожая все на прямых это все у нас давно отражается во всех рекомендациях сезонных это отражается в системе поведения сельского хозяйства Российской Ростовской области на период до 2013 до 2020 года вот и все это имеет достаточно тесную корреляционную зависимость то есть чем меньше запасы минерального продуктивной влаги тем меньше дозировка применяемых азотных удобрений потому что если попытаться решить вопрос за счет азота то получается при дефиците влаги мы нагоняем вегетативную массу а потом когда начинают образовываться генеративные органы происходит сброс и мы теряем потенциал продуктивности далее классические растительные диагностики мы делим на 4 основных вида которые мы используем это классическая химическая диагностика о которой я вам говорил и в основе которая у нас лежит это визуальная диагностика по внешним признакам проявления дефицита это функциональная диагностика и спектроскопия так называемая то что любят и американцы и вообще за рубежом сильно распространено это от аэрофотосъемки по разным коэффициентам и по степени активности хлоропласта вот первая растительная диагностика которую мы проводим в фазе опущения видите мы тогда начинаем балансировать балансирование уже происходит за счет жидкой формы удобрения косорных калийных азотных это кассы различные виды водорастворимых жидких косорных калийных удобрений вот проведя такую диагностику мы уже начинаем корректировку не каждый год и не каждый год удается за счет одной некорневой подкомки провести балансирование минерального питания с чем это связано это связано с тем что мы можем элементарно не попасть в ту фазу когда надо проводить подкомку то есть видите этот вопрос надо решить где-то в середине фазы кущения если мы этот вопрос не решаем у нас эффективность этой подкомки резко снижается то есть видите в разы идет разница по прибавкам урожайности по эффективности и дальше если мы не попали мы корректировку следующую проводим за счет уже диагностики которую проведет фазу выхода круга дальнейшую провели корректировку сейчас очень много применяется различных жидких фон удобрений я вам привожу здесь таблицу в каких случаях жидкие удобрения достаточно эффективны на примере удобрений польских удобрений компании интервал вот видите когда мы делаем диагности тут три фазы отключения выхотру калашения если у нас параметры попадают вот выйти тогда мы можем обеспечить достаточно хороший эффект от некорневой подкормки если параметры ниже то ваши усилия напрасны вы сделаете затраты сделаете подкормку результата не получите вот таким образом мы по большинству препаратов которые используем мы находим эти критерии и получаем хорошие результаты по отзывчивости в миллиграммах на килограммах это процент вот это все процентов на сухое вещество значит и тогда вот как я вам показывал мы рекомендуем те виды удобрений которые фосфальные которые легко уславятся если вот допустим вот смотрите здесь если мы включение смотрим 0,9 или 1 тогда интермагам мы решим вопрос если 0,8 то вопрос мы можем решить только ЖКУ уже никакие ни интермаги никакие фосфальные удобрения другие нам не решат проблемы а если вообще 0,7 то никакие фосфальные удобрения мы уже проблему не решим понимаете для чего очень нужна и важна диагностика таким вот образом мы решаем вопрос вот по ЖКУ видите если содержание 0,7 вернее 0,8 когда мы не можем решить проблему за счет ни АМАФОСа ни АМАФОСа мы решаем проблему за счет ЖКУ опять ЖКУ тоже я вам говорю что на 0,2 единицы по ЖКУ вот шаг по которому мы можем эффективно работать если он больше все извиняйте мы уже ситуацию не поправили это калийное удобрение дальше корректировка ослабленного питания за счет экспресс диагностики с помощью НТеста конечно это широко используется за рубежом у нас это несколько меньше почему потому что для того чтобы эффективно работал прибор надо чтобы растение находилось не в стрессовой ситуации минимум три дня то есть нужно чтобы не было никаких осадков не сильных ветра никаких средствовых ситуаций тогда этим прибором мы определяем и корректируем дозировку это очень быстро производится зачастую один лаборант будем так говорить способен где-то 5000 гектар в день провести обширную и получают сразу рекомендации и хозяйство начинает работать видите где-то это требуется где-то это не требуется подкорка и в зависимости от того какой дефицит то есть если до 40 килограмм поддевый дефицит то его можно устранить а если выше то уже смысла нет вы его не устраните это делается аналогичная ситуация и по подсолнечку вот видите это выделены какие периоды какие элементы должны подлежать контролю для того чтобы обеспечить полноценное питание подсолнечка вы знаете что технология прямого сева подсолнечек очень прилично себя показывает и по потенциалу продуктивности и по степени развития надо сказать что за счет того что у него имеется стержневая корневая система достаточно крупные семена он прекрасно реагирует на технологии прямого сева и зачастую дает значительно больше урожайность чем на классической обработке а по причине которые я вам ранее показывал за счет того что на глубине остается влага при технологиях прямого сева вот как это делается вот делается функциональная диагностика определяются элементы которые в дефиците в данном случае это кобальт йод и калий серосодержащий не хлористый калий и дальше производится применение значит обязательно вне корневой подкормки на вот этих широколистых культурах позднего срока села типа сахарная свекла типа картофель подсолнечек кукуруза обязательно нужно с биополимерами примерно потому что без биополимера видите он быстро превращается в такие вот хлопья снежные и практически не поглощается а с биополимером равномерно носятся сейчас предложение по биополимерам очень широчайшее очень большой выбор по биополимерам и отечественных и зарубежных поэтому тут как говорится все карты в руки и пожалуйста применяйте потому что без этого в засушенных условиях очень сложно получить должный эффект от применяемых подогрев но рассказывают много всякого относительно того некоторые говорят вот мы применили гумат и получили 5 центров прибавки некоторые говорят стимуляторы дали 30% прибавки как послушаешь думаешь вот прибавки глянь уже должно быть 1000% прибавки а их нет так вот на основании обобщения большого объема материалов данных вот средний процент по прибавке которые получаются видите от стимуляторов это и берлины ауксины это 3-4% гуматы причем гуматы от полутора до полутора процентов по гуматам конечно особенная картина потому что гуматы надо смотреть какие гуматы если это гуматы первой фракции уминовых куловых кислот они дают шикарный эффект если намешаны другие фракции то без микроэлементов хороший эффект от гуматов не получается по аминокислотам тоже аминокислоты большое значение имеет степень их очистки то есть насколько они чисты потому что сейчас по аминокислотам по китайским вообще предложение море в них можно запутаться но зачастую чем дешевле аминокислота тем она хуже очищена тем она менее эффективна это вы должны учитывать и конечно ретарданты я вам хочу сказать что подходы которые у нас существуют это регулирование так сказать управление процессом роста и развития когда мы как были рекомендации Краснодарского НИС сеем 6,5-7 миллионов семян азима пшеницы о каком регулировании потом может быть речь потому что оптимально на новых сортах интервал густоты получается по всходам от 2 до 4 миллионов вот тут у Курской области ставили опыты по новым сортам в том числе импортной селекции сэканивы так вот получается какая картина если 2 миллиона получали в большинстве лет наибольшую урожайность при норме высвела 2 миллиона потому что как только переваливаешь за 4 миллиона там более богатая почва все начинается массовое полигание и все усилия которые делаются они под откосы по комплексным филатным соединениям видите тут тоже прибавка ну 4-5% и совсем уж небольшие прибавки у нас получаются от микробиологических элементов вернее от микробиологических препаратов потому что ну очень уж ограничены рамки их применения по температуре влажности и солнечной инсуляции обобщая в целом сказанное по минеральному питанию я привел схему приблизительную схему по шестипольному силобороту как должны применяться удобрения в силобороте горох азимопшеница под солнечко азимопшеница лена азимопшеница вот основное удобрение мы делаем видите под горох делаем заправку с внутричаржем а дальше везде фосф видите он у нас весь построен либо внесение в виде диамофоски либо используем жетон и диамофоска которая вносится под азимопшеницу она решает у нас большинство вопросов а не корневые подпорки уже с аэрофоном это отечественный наш препарат с комплексом элементов все зависит от культуры видите это общая приблизительная схема так вот выглядит конечно каждый год она меняется по результатам диагностики потому что очень разная доступность элементов питания первая часть моего доклада окончена следующая часть еще приблизительно настолько же перерывы дел у нас время до 12 было первую часть исчерпал не уложился значит сразу хочу сказать по защите растений для технологов которые практикуют промоих сил вы знаете что какие сейчас нападки в мире идут на глифосаты и вы должны готовиться к тому что в ближайшие 10 лет глифосаты у нас запретят соответственно вы должны как как это называется сторонники прямого села как сторонники прямого села должны думать чем вы дальше замените этот герпицид основное направление защиты дефтологии прямого села ну это традиционно защита от сорняков болезни вредителей и значит болезни вредителей да значит особенности борьбы с формно-полевой растительностью которые столкнулись большинство сельхозтоваропроизводителей это то что первое падалица зимных колоссовых культур требует минимум три обработки чтобы от нее избавиться и это серьезная проблема потому что зачастую мы даже в посевах бобовых культур видим сохраняется падалица на нее не обращают внимания потом когда высевают после бобовой культуры зиму пшеницу смотрят и не поймут откуда там жужелица взялась все это развивается на падалице которая сохранялась в культурах часто мы наблюдали когда на прямом посеве высевали кукурузу и в мае месяце жужелица эту кукурузу благополучно съедал зима пшеница актуальна почему потому что очень часто после уборки у нас начинается сушливый период практически июль август сентябрь у нас сухо редкие дождички выпадают и нету условий для провокации для развития падалиц поэтому эта падалица у нас начинает простать зимой активно бушует весной и если мы вовремя не обращаем внимания на них то получаем проблему дальше если говорить о глифосатах то у нас уже давно появились устойчивые к глифосатам коров поэтому на сегодняшний день требуется уже не решение вопроса за счет одних глифосатов а требуется подбор смесевых комбинаций за счет которых можно решить вопрос в зависимости от порога вредоносности мы подбираем эту смесь отреза сорняков от чувствительности сорняков идет подбор по болезням все начинается конечно с семенного материала на сегодняшний день у нас есть болезни семенного материала которые мы можем решить за счет протравки есть болезни семенного материала которые мы не можем решить за счет протравки в частности если у вас диагностируется афиаболез, то эти семена выбракуются, потому что нет ни одного протравителя, который бы снял эту проблему. Делается фитоэкспертиза, и дальше, в зависимости от того, какая болячка у вас диагностирована, подбирается протравитель. При протравлении очень важно соблюдение точной нормы расхода, выбора именно того ДВ, который необходим, качественного протравления. Вот среди основных болячек, которые у нас есть, это у нас септориоз, это гементоспориоз, ржавчина, пузариоз, если говорить о большей части Краснодарского края, и сейчас у нас появился еще альтернариоз, пернофороз, это то, что сейчас мы видим и часто проявляем. В технологии прямого сева самыми опасными болезнями являются прикорневые гнилики типа гементоспориоза и бурая ржавчина. Вот смотрите, критерием являются первые пустулы, которые появились, уже сразу начинаете обработать, потому что по бурой ржавчине малейшая задержка, и потом начинается сумасшедшая проблема. Вы эту проблему не решите, если затянете буквально на 1-2 дня, и все, и невозможно решить проблему. По септориозу несколько проще. Тут уже надо применять фунгициды, если 5-10% поражений есть на нижних листьях. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы поражение септориозом выходило на более высокие листья. Вот в зависимости от того, какие это болезни, если это болезни листового аппарата, то до второго междоузля срок применения. Если это болезни колоса и зерна, то это до конца фазы цветения, сроки применения по фуницидам. Обязательно правильный выбор распылителя. Очень часто делают мощные боковые смеси. Намешивают туда фунгицид, инсектицид, гербицид, дальше стимуляторы, микроэлементы и так далее. Постарайтесь иметь в виду, что для гербицидов нужна одна капля и вы их еще можете как-то совместить, допустим, с инсектицидами. А вот фунгициды лучше всего с жидкими удобрениями связать. Но обязательно нужно оценить эффективность и мониторинг. Мониторинг заболеваний выходит на первое место. Если мы посмотрим по подсолнечку, то смотрите, начиная от фазы, помимо оценки семянного материала, начиная от фазы трех пятилистов, мы уже следим. Ложно-мучнистая роса, дальше у нас склеротиния, фамопсис, дальше идет серая гниль, мучнистая роса, резокус, ржавчин. Очень такое опасное заболевание, ложно-мучнистая роса, не в каждый год она проявляется, но тем не менее, если она начинает проявляться, то потеря урожайца достаточно высокая. Еще больше потеря от белогнини, гнили, от альтернариоза и бич технологии прямого села у нас это резокус, то есть сухая вершина. Что касается схем, то в зависимости от того, когда наступает какая степень проявления, схема защиты выглядит следующим образом. От одной до двух обработок, или это пиктор, или это другие фунгициды, в зависимости от медоболезни. Но такие болезни, как резокус или вершинная ниль, она практически не лечится фунгицидами, и это основной бич технологии промого села. То есть если у вас 4-5 лет на поверхности сохранились растительные остатки, и вы потом опять туда возвращаете под солнечек, то вероятность его гибели крайне высокая. Так и эта болезнь проявляется уже в фазе газета? Совершенно верно, да. И в рамках, да? Да, да, да. Вот основные вредители технологии промого села. Это многоядные вредители, мышевидные грызуны, шовки, саранча, проволочек, клетрипсы и специфические. Вот с внедрением технологии промого села у нас резко возросла численность таких вредителей, как пилинчик, это как злаковая листовертка и как пшеничные клещи. Их численность возросла, ну не то чтобы в разы, а на 2-3 порядка. Вот хлебная жужелица, но сейчас много вещей, которые позволяют не допускать до такого состояния. Вот мышевидные грызуны. По мышевидным грызунам самые эффективные способы все-таки это биологические способы, это тиф и чума. Вот, потому что химические способы, они на больших площадях, нет возможности их эффективно применять. Три переносчика различных заболеваний, причем у нас их три вида в основном, три, которые у нас сильно распространены. Но самое опасное, это черноухая, черная пля, против которой очень сложно бороться. И она именно на растительных остатках при прямом бассейне достаточно долго сохраняется. Трипсы, то же самое, в технологиях прямого сева численность их резко возрастает. И уровень опасности, имеется в виду вредоносности, повышается значительно. Потому что, видите, вот такая вот белая полоса, верхушки бывают истощены, до 2-3 полоса теряется. Ну и вот они, пилильщики, тоже широко распространены. Что хочется сказать по пилильщикам, значит, когда вы, вот некоторые пытаются решить вопрос по пилильщикам с помощью применения системных препаратов. Очень опасная затея, потому что, как только вы начинаете работать с системным препаратом, вы сразу подавляете естественных вредителей пилильщика. И вы их уничтожаете быстрее, чем самого пилильщика. И тем самым способствуете ему активному распространению. Поэтому лучше прибегать к биологическому распространению этих естественных вредителей, чем прибегать к обработке системными препаратами. Лучше работать короткими, короткого действия, дешевыми, типа пилильтроидов, чтобы снимать пиковое количество пилильщиков в период активного иклюда. И по вредителям подсолнечков. В последнее время их численно существенно возросла. Видите, это икли, и проволочники, и долгоносики, и хлопковая сока, подсолнечко-шипановка, и подсолнечко-огонек. Вот подсолнечко-огонек, и для процентального в таком виде, с ними бороться лучше всего, если по подсолнечко-огонеку, это подбором соответствующих гибридов. И хлопковая сока, хлопковая сока, это тоже борьба с ней химическими методами достаточно дорогая. А вот биологическими методами распространения биологических естественных кредителей, менее дорогостоящих, самая главная, более долгоиграющая вещь. Вот, собственно говоря, и все, о чем я хотел сказать. Здесь использованы материалы вот этих компаний. Благодарю за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok